Все, что идет с пометкой детская, мы воспринимаем как априори безопасное. Но так ли это? После трагедии в Киевском районе такой уверенности больше нет. Как оказалось, непоправимое может случиться даже на детской площадке. Последний день октября, в канун праздника Хэллоуин, в одном из дворов на улице Королева, произошла трагедия. Трое школьников слишком сильно раскачали карусель. Один из мальчишек упал, а попытавшись подняться, получил удар по голове этой же качелью. В декабре мальчику должно было исполниться 11 лет. Детскую площадку, где случилась трагедия, построили на деньги местных жителей. Ребята постарше раскачивали качели настолько сильно, что они превращались в экстремальный аттракцион. После трагедии жильцы решили ограничить высоту раскачивания. Но безопасных площадок в Одессе вообще почти нет, утверждает депутат горсовета Владимир Корниенко. И всему виной безответственность тех, кто их устанавливает. Детские площадки бывают не только, как мы видим, в запущенном состоянии, но и совсем небезопасные, которые ставились еще по нормам севдеповским. Сейчас, на радость, наверное, некоторые депутаты и мои коллеги начали установку уже современных детских площадок, которые уже более безопасны. Проблема в том, что детские площадки в Одессе – не что иное, как подачки щедрых кандидатов перед выборами. Это дешево и вроде как эффективно. При этом требований к оформлению игровых зон нет. А есть строительные нормы, которые повсеместно игнорируются. Чтобы, наверное, не было много каких-то острых углов и какие-то качели оптимально хорошо закрепленные, горки соответствующие. А детские мамы после трагедии на Королева теперь стали гораздо внимательнее. Главными врагами безопасности своих детей они считают наружные штыри, острые углы, плохие крепления, а также частое отсутствие качественного напольного покрытия. Постоянно контролировать детей, не отпускать. Например, на качелях мы постоянно ложимся и, соответственно, руками постоянно контролируем. На горке мы постоянно поднимаемся за ручку. Я присматриваю, конечно, хожу за ребенком. Конечно, смотрю, в каком состоянии качели перед тем, как посадить ребенка. Это есть. На баланс предвыборные площадки тоже никто не берет. Поэтому ответственность за них не несет никто. Лишь недавно город обязался их обслуживать и проводить необходимый ремонт. Но на деле их лишь изредка подметают и чистят. Как оказалось, ответственных за такие объекты, как детские площадки, нет. Не отвечают за них ни те, кто их ставит, ни те, кто здесь выбирает. Так что, уважаемые родители, безопасность ваших детей – это прежде всего ваша ответственность. И отпуская ребенка на качели, будьте бдительными. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер».